Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru с выставки Mobile World Congress 2016 в Барселоне. Мы на стенде Sony, помимо нескольких новых смартфонов, было представлено и несколько умных гаджетов для дома, для тела, не знаю, для души, и в этом видео поговорим о них. Мне кажется, что эти анонсы были даже намного интереснее, чем все, что нам показало Sony из смартфонов, и первым делом мы посмотрим на умную гарнитуру, которая называется Xperia Air. Поехали! Все, показали 4 новых продукта, объединенных под брендом Xperia, они имеют достаточно ироничные названия, вот это Ear, то есть ухо, есть еще Xperia Eye Glass, есть еще проектор и Xperia Agent, но о них мы поговорим в других видео, если вам понравится этот ролик, вы поставите много-много лайков, тогда мы снимем все остальные, а сейчас вот об этом гаджете. Надо сказать, что из всех этих необычных новинок, этот наушник или эта гарнитура, это единственное, что уже точно и гарантированно будет в продаже. Через 3-4 месяца обещают поставить эту штучку на рынок, но цена пока неизвестна. В интернете уже блуждали картинки этой странной штуковины, и честно признаться, по началу мне она жутко не понравилась, как-то очень странно выглядит, похоже на какую-то непонятную горбатую личинку, еще надо в ухо засовывать, как будет выглядеть, неясно. Но, когда я попробовал, попользоваться ей, мое мнение кардинально изменилось. Давай сначала посмотрим, как это выглядит. Эффект, который происходит, когда вы надеваете, он очень необычный. Дело в том, что в гарнитуру встроен сенсор уха, как называют по-русски, ну или по-английски proximity sensor. Что он делает? Он определяет, что вы вставили его, собственно, в свое тело, этот предмет, и начинает вам зачитывать какую-то актуальную информацию, которую можно указать в настройках. Это может быть ваше расписание на день, могут быть какие-то сообщения из социальных сетей, сообщения из мессенджеров и так далее. Когда вы вытаскиваете гарнитурку, она автоматически переходит в режим ожидания, который меньше сажает батарейки. Следующий момент. На гарнитуре есть маленькая кнопочка, поэтому, если вы на нее нажмете, запускается умный голосовой ассистент. Причем в настройках приложения вы можете выбрать, будет ли это Google Now или это будет специально написанный отдельный ассистент от Sony. Они работают, они, в принципе, похожим образом. Можно восстановить будильник, ставить напоминалки, спрашивать погоду и так далее. Но, естественно, ассистент от Google будет поумнее, потому что он сможет вам рассказать, какая высота Эвереста, население Барселоны и, в общем, подобную бесполезную информацию. Круто, что работает это уже на данном прототипе. Нажимаю кнопочку, слышу в ухе, бра-бра, weather. И он думает, думает. Частичное солнце до 17 градусов тепла в Барселоне сегодня. Вот такие дела. Фирменные приложения выглядят вот так. Пока достаточно просто. Здесь есть буквально парочка настроек. И вот тут вот можно выбрать голосовой движок. Еще одна прикольная фишка, которую гарнитуру будет уметь делать, это работа с мессенджерами и социальными сетями. Например, можно будет отвечать на сообщения из WhatsApp, которые вам присылают друзья. Гарнитура вам об этом сообщит и узнает, хотите ли вы голосом ответить. Если да, то он диктует сообщение, оно превратится в текст и улетит вашему товарищу. Мне кажется, более чем бомбическая функция. Важный вопрос, что со временем жизни. В режиме разговора гарнитура будет работать от 3,5 до 4 часов, что мне кажется, уже неплохо. Но самое крутое, что в режиме ожидания она продержится до 80 часов. То есть, если вы разговариваете в день, ну не знаю, до 20 минут, до получаса, то вам одной зарядки может хватить даже на неделю. Вот такие дела. Кроме этого, в комплекте идет вот такой вот кейс, который по совместительству является хранилищем, а также зарядник для этой штыковины. Внутри имеется батарейка, которой хватает на 3 дополнительных зарядки. Вытаскиваете гарнитуру из уха, кладете вот сюда, закрываете, и она заряжается у вас в кармане пиджака, пока вы сидите на встречах. Ну а потом вытаскиваете, она уже снова заряженная. И я так дозреваю, что с таким комплектом можно пропользоваться гаджетом недельки-полторы-две, может быть, три. Мне кажется, достаточно круто. Еще тут есть NFC-модуль для синхронизации, подключения к новым смартфонам. Работает на Android-устройствах с версией от Android 4.0. Короче говоря, она в достаточно большом количестве устройств будет фурычить. И мне кажется, важно, что этот гаджет действительно появится в продаже, если Sony нас не обманет. Так что будем ждать, когда это произойдет. Мне кажется, крутой действительно девайс, который может улучшить качество жизни, качество взаимодействия... Зачем он снимает? Я разговариваю по-русски. Неужели это говорящие по-русски китайцы или китайские блогеры с русскоязычной аудиторией? Короче говоря, гаджет действительно прикольный. Можно будет узнавать какую-то дополнительную информацию, не доставая смартфон и даже не поднимая руку с умными часами. В общем, еще один способ сделать нас более ленивыми и, может быть, более продуктивными. Хотя нет, скорее более ленивыми. На этом все. Подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеть ролики о следующих необычных гаджетах, которые Sony показала. С вами был Борис Единский и Валерий Естешев с выставки МВЦ 2016. До встречи в будущем.